Коллеги, приветствую! Я Александр Молчанов и каждый, кто сделает репост этого выпуска в своих соцсетях, получит сегодня подарок от Вселенной. Итак, мы начинаем очередной урок нашего года денег. Если вы меня видите, если вы меня слышите, то напишите, пожалуйста, в чате, что вы меня видите и слышите. У меня почему-то не получилось сделать горизонтальную картинку в этот раз. Ну, пусть будет вертикальная. Если что, то в следующий раз просто буду запускать трансляцию не с телефона, а через Zoom. Тем не менее, опять же, статистика показывает, что в основном люди смотрят с телефона, поэтому, может быть, вертикальнее так даже удобнее. Да, видно, слышно. Все. Хорошо, друзья. Значит, мы начинаем потихоньку, мы начинаем двигаться к более сложным темам. И сегодня я зайду очень сильно издалека к нашей сегодняшней теме. Начну я с ирландских саг. Вот есть такая замечательная книга под названием «Ирландские саги». Не путать с исландскими сагами. Есть еще замечательный сборник исландских саг, который я тоже рекомендую. И вообще голливудские продюсеры и сценаристы внимательно изучают ирландские и исландские саги, особенно исландские. И используют некоторые сюжетные ходы в работе над своими сценариями. То есть, это одна из основ европейского, западного старителлинга. Но, тем не менее, вот ирландские саги. Ирландия – это такой небольшой остров слева от Британии, частично захваченный Англией, север Ирландии захвачен Англией и является частью Объединенного Королевства. Ну, правда, сейчас там идут всякие разные разборки и вполне может быть, что в ближайшее время они воссоединятся. Ирландия воссоединится. И у Ирландии довольно древняя и интересная культура. И вообще считается, что культура Ирландии в Европе самая древняя. Что она, ну там, плюс-минус одновременно с греками, а может быть и раньше греков возникала. И уж во всяком случае, она возникла до того, как туда пришли англосаксы. И сильно задолго до того, как туда пришли римляне. И есть, по этому поводу, есть вот такая вот замечательная книжка, которую написал Марк Уильямс, которая называется «Кельты». И она как раз-таки пронизана вот этим антиколониальным духом и рассказывает о самых важных, самых важных понятиях и самых важных историях кельтской мифологии. Это история про поэта Тельесина, самого древнего поэта, как считается. Это история, и какое-то количество его текстов сохранилось, и они довольно любопытные. Это история короля Артура Валийского. И это история ирландских саг, история войн между Ирландией и Британией. И история такого героя, одного из таких ключевых героев, которого зовут Кухулин. Если вы читали вот эти ирландские саги, там постоянно прыжок, Кухулин совершил прыжок лосося. И вот этот Кухулин, будучи совсем молодым человеком, убил охотничью собаку, вернее, убил сторожевую собаку некого правителя. Я не помню уже, как его звали, когда все это было, это все не так важно. Убил собаку. И, соответственно, этот правитель очень сильно на него разгневался и попросил, вернее, собственно, должен был его казнить за это. И тогда Кухулин предложил, что он станет собакой правителя. И само имя Кухулина, Кухулин, означает пёс Кулана. Правителя Куланом звали. И, соответственно, вот это взятие на себя имя пса Кулана, то есть он, по сути, начал новую жизнь. То есть его жизнь, она в момент убийства собаки закончилась. И дальше началась его новая жизнь. И вот вместе с даром вот этой новой жизни, которую он затем проживал, он получил запрет. Запреты в кельтской мифологии называются гейсы. И этот запрет заключался в том, что поскольку он стал собакой, то собаки стали его братьями. И он получил запрет есть собачье мясо. И всё бы хорошо, всё бы ничего. Ну, казалось бы, да? Ну, не ешь ты собачье мясо, и всё у тебя будет в порядке. Но, помимо всего прочего, у него был ещё один запрет. И запрет этот состоял в том, что он не мог отказаться от угощения. То есть, если кто-то ему предлагал какое-то угощение, он обязательно должен был это угощение отведать. Вот это был для него... То есть, отказаться от угощения он не мог. Для него это находилось под запретом. И, естественно, в какой-то момент эти два запрета сошлись. И кто-то ему предложил, там какая-то старушка предложила ему отведать блюдо, в котором находилось собачье мясо. И в тот момент, когда он его отведал, начался отчёт. То есть, в тот момент, когда человек нарушает гейс, нарушает запрет, начинается отчёт до Самайна. И в момент Самайна, в ночь с 30 октября на 1 ноября, человек, нарушивший запрет, должен умереть. И герой, соответственно, умер. И вот эта традиция гейсов, традиция запретов, она довольно обширна. И в кельтской мифологии их довольно много. Различных запретов. И чаще всего этот запрет сопровождает некое получение какого-то дара. То есть, человек получает какой-то дар. И для того, чтобы уравновесить его существование во Вселенной, значит, нужно дать какой-то дар. То есть, человек, допустим, становится королём. И в придачу к королевству ему даётся какой-то запрет. Или человек получает спасение жизни от какой-то беды. И ему в придачу к этому ещё и даётся какой-то гейс. Например, такие могут быть запреты. Я тут несколько выписал. Гейс не мутить воду. Допустим, запрещено мутить воду. Но при этом человек движется, спасается от погони, движется по ручью вверх. И, соответственно, его выбор либо погибнуть, нарушив запрет, замутив воду, либо, соответственно, сдаться в плен. И вот такие запреты. Нельзя обходить один город слева направо, а другой город справа налево. Вот такой может быть запрет. Нельзя убивать диких зверей керной. Каждую девятую ночь не можешь ты покидать пределы тары. Вот такой запрет может быть. Нельзя проводить ночь в таком доме, откуда наружу виделся бы огонь или свет был заметен оттуда. Да не войдут в твоё жилище после захода солнца одинокий мужчина или женщина. Не должно тебе решать спор двух рабов. Вот такие запреты. Откуда вообще взялась эта история с запретами? Дело в том, что вообще человеческая культура вплоть до последнего времени, где-то там до начала 19 века, она вся строилась на установке правил. То есть, мы люди, то есть, человечество друг к другу притиралось и устанавливало, постоянно устанавливало, придумывало и устанавливало какие-то правила. И эти правила, они, естественно, состоят чаще всего из запретов. И также надо учитывать, что всё это время мы существовали, мы, человечество, существовало в режиме ограниченных ресурсов и эти ресурсы, это всё время шла борьба за эти ресурсы. Ограниченные ресурсы, ограниченные территории, растущее население и, соответственно, да, постоянно такой вин-вин, да. Либо ты выигрываешь, либо если один выигрывает, да, то другой проигрывает. Сейчас, кстати, опять тоже мы возвращаемся к этой логике. На мой взгляд, это не совсем верно, потому что ресурсов на самом деле всем хватает. То есть, вопрос менеджмента, вопрос управления. Но я думаю, что это там устаканится в течение ближайших каких-нибудь лет 20-30 и будет немножечко попроще. Так вот, если мы посмотрим на себя, да, на своё прошлое, мы увидим, что мы получаем в течение нашей жизни, особенно в детстве, в юности, мы получаем сотни запретов, сотни вот таких вот гейсов. Да? Не влезай, убьёт, не пей, отравишься. Если уж мы, возвращаясь к нашей с вами теме, да, к теме богатства, огромное количество запретов, связанных с богатством. Да? Будешь продавать, все от тебя отпишутся. Если будешь бизнесменом, у тебя не будет друзей. Да? Ты, если будешь зарабатывать деньги, тебе обязательно надо всех обманывать. Да? Для того, чтобы, для того, чтобы ты был богат. Если ты будешь копить деньги, то от тебя все отвернутся. Да? Тебя, если накопишь какое-то количество денег, тебя обязательно ограбят. Если ты высунешься, ты получишь по голове. Обязательно. И запрет, и вообще запреты, да, они мало того, что мешают развиваться, они ещё и тянут из нас энергию. Да? То есть мы, получив вот такой запрет, запрет, да, нежели богато, нехрен и привыкать. Да? Мы начинаем этот запрет поддерживать. Особенно, когда мы видим примеры какие-то. Вот люди нежели богато, а живут богато. Да? Но мне же папа сказал, что нежели богато, нехрен и привыкать. Я вижу своими глазами примеры того, как люди живут богато, и всё у них в порядке. Да? Но я убеждаю себя, ведь папа же не может обманывать. Да? Убеждаю себя, что вот должно быть, всё должно быть именно так, как папа сказал. И мы на это реально тратим огромное количество энергии, на то, чтобы поддерживать в себе вот эти гейсы, да, эти запреты. А что случится, если нарушить гейс? Ты умрёшь в Самайн, если ты нарушишь гейс. То есть тебе вся твоя культура, она тебе объясняет, что если ты это правило нарушишь, то там, ну, не умрёшь, но с тобой случится что-то очень-очень-очень плохое. Но самое главное, давайте так, помните ли вы, знаете ли вы какие-нибудь запреты, связанные с деньгами, вот которые есть у вас, вот то, что вы осознаете, мы сейчас уже много чего вытащили, да, может быть у вас уже есть осознанные какие-то запреты, которые вы понимаете и осознаёте, как полученный откуда-то, от кого-то запрет, именно связанные с деньгами. Да, выносим из детства ограничивающие убеждения. Напишите в чате. Вот у меня я вам поделился, да, нежели богато, нехрен не привыкать. Вот полученный от папы большой жирный красивый запрет менять привычку. Да, то есть если у нас есть привычка не быть богатым, значит вот поменять привычку и стать богатым, это запрещено. Будет много денег, а покрадут, будут завидовать. А, не свистеть, не свистеть денег не будет. Да, Илон Маск, наверное, никогда не свистит. Поэтому и богатый. Не бери чужого, да, что богатые жулики и деньги опасны, от бабушки шло. Деньги обесцениваются, надо вкладывать, тратить. Вроде бы на первом занятии этим, сейчас мы, сейчас мы о другом говорим. Большие деньги и большие проблемы. Не выноси мусор вечером. Когда богат, так, деньги портят людей. Умение выживать, не зарабатывать деньги на достойную жизнь. Безопасность, так спокойнее говорили. Честным трудом много не заработаешь. Так, со стола голой рукой нельзя стирать, денег не будет. Очень хорошо. Так вот, тоже, и да, мы говорили об этих, об убеждениях на первом занятии и так далее, и так далее. Сейчас нам надо двинуться немножко дальше. Самая большая проблема состоит в том, что мы не осознаем все наши гейсы. Да, то есть, вот вы, то, что вы сейчас написали, да, вы, это гейсы, это запреты, которые вы для себя осознаете. Да, то есть, вы понимаете, видите, да, то есть, вы это из мертвой зоны, да, из слепой зоны вытащили в зону на свет. Да, и с этим уже что-то можно делать. Да, что можно сделать? Ну, например, найти подтверждение тому, что на самом деле это не так. Да, и через подтверждение мы с этими убеждениями уже начали работать. Но, самая главная проблема состоит в том, что мы не видим все наши гейсы. То есть, у нас есть какое-то количество гейсов, какое-то количество запретов, которые мы не осознаем. То есть, запрет существует, мы его не видим, но он нас ограничивает. Да, то есть, это не то ограничивающее убеждение, которое мы осознаем. Да, вот я вижу, я знаю, что это у меня есть. Самое опасное то, что есть убеждения, которых мы даже не видим. И они могут быть совершенно неожиданные, да, и неосознаваемые. Ну, например, пример такого запрета, да, то есть, если ты будешь зарабатывать больше денег, значит, тебе придется больше работать. Да, вот этот запрет, да, запрет зарабатывания больше денег, он очень часто людьми вообще не осознается, да, и они там через как-то, через терапию, через годы терапии это из себя вытаскивают, в конце концов. И обнаруживают, что, например, ну, не может маленький бизнес вырастить, не может увеличить, выйти за какой-то предел, пробить какой-то стеклянный потолок именно из-за того, что вот есть такой запрет, да, а он даже не осознается, да, или какие-нибудь страхи, связанные с тем, что там придет государство, отнимет все. Да, оно может прийти, естественно, да, но опять же, если вы знаете, что оно может прийти, себя можно обезопасить от того, чтобы оно пришло. самыми разными способами. Хорошо, идем дальше. Вот, что касается запретов. Есть разные стратегии того, как люди относятся к запретам. Ну, вот, например, я вам не помню, по-моему, я на практической магии в прошлом году рассказывал такую, такая стратегическая штука, у меня такой стратегический инсайт произошел. Я, когда иду на пробежку, мне надо перейти два светофора, две дороги через светофор надо перейти. Вот, и я останавливаюсь, подхожу, останавливаюсь, нажимаю этот самый, там, в одном автоматически загорается светофор, во втором надо нажать кнопку и дождаться пока он этот самый. И я наблюдаю за тем, как люди, как люди ведут себя на светофоре. Например, есть люди, ну, я сейчас уже такой законопослушный человек, да, то есть, я всегда перехожу дорогу, опять же, живу в Москве, да, знаю, какие у нас водители, да, я не только перехожу дорогу на зеленый свет, но я еще дождусь зеленого, еще посмотрю обязательно и влево, и вправо, потому что знаю, что даже на зеленый свет может с любой стороны вылететь какой-нибудь, какой-нибудь безумец. Да, другая история, да, человек, допустим, идет и не обращая внимания на то, какой зеленый цвет, красный, синий, фиолетовый, да, просто шурует и пофиг, машины сигналят, а вот идет и ничего не волнует человека. Либо другой вариант. Человек подходит и видит, машин нет, да, а светофор красный горит. Ну, почему бы не перейти? Я иногда так делаю, иногда перехожу. Да, то есть, если вижу, что совершенно точно, да, и там, и там дорога свободна, и совершенно точно никто не вылетит, да, и можно, можно перейти, не ждать там лишние 20 секунд. То есть, вот, жизненная стратегия, да, то есть, есть люди, которые всегда соблюдают закон. Нужно идти на зеленый, ты идешь только на зеленый, да, есть люди, тут правила, да, и, например, а если на зеленый, я пойду на зеленый, а выскочит какая-то машина и меня собьет, да, а их тогда накажут, потому что я буду прав, да, то есть, и для человека это нормально, да, я, может быть, погибну, да, но я же правила соблюдал, да, поэтому иногда надо перестраховываться и даже идя на зеленый. Вот. Дальше. Есть люди, которые всегда нарушают правила. То есть, вот как только есть какое-то правило, да, значит все, его пофиг. Вот не обращая внимания на то, что будет дальше. Ну, чем люди заканчивают? Ну, либо гибнут, либо оказываются в тюрьме или в больнице. Да, и есть люди, которые разумно смотрят на вещи, да, то есть, есть правила, да, зеленый свет, но помимо этого есть еще дорога, да, ситуация на дороге, да, то есть, если я вижу, что свет зеленый, но при этом мчится какая-нибудь маршрутка чокнутая, я лучше постою, подожду и провожу ее взглядом и убеждусь, убеждусь, убедюсь, убежусь, убедюсь, приду к убеждению в том, что получу подтверждение того, что машина остановилась, это маршрутка, и только после этого перейду, а если дорога свободна, но светофор красный, да, я, может быть, и на красный свет перейду дорогу, да, то есть, если вижу, что там и туда 300 метров, и сюда 300 метров машины нет, можно успеть перейти. Вот разные стратегии. Давайте так, напишите в чате, как вы переходите дорогу, на красный свет, на зеленый свет, или соотносите цвета светофора с дорожной ситуацией. Я, опять же, я не могу сказать, что там такая ситуация выигрышная или всякая ситуация выигрышная. Все зависит от контекста, да, то есть, в одной исторической эпохе, да, в определенной географии, в определенное время, да, правильная стратегия это всегда соблюдать правила. Да, есть ситуация, когда если ты будешь соблюдать правила, то ты, скорее всего, погибнешь. то есть, бывали такие, такие ситуации, когда ты соблюдаешь правила, и это тебя неизменно приводит к гибели. Вот. А есть ситуации, когда нарушение правил тебя приводит к гибели, да, то есть, мне очень нравится, вот, кстати, советский режим, он в этом отношении был очень, очень такой двойственный, да, то есть, с одной стороны, как бы, настаивали, общество настаивало на соблюдении правил определенных, но если ты соблюдал все правила, то это неизменно тебя приводило, ну, если не к гибели, да, то к затхлой и ничтожной жизни, да, то есть, только нарушив правила и не попавшись, ты мог чего-то в жизни добиться. Хорошо, идем дальше. Вот я, вспоминая, вспоминая свои какие-то детские, детские, юношеские вещи, да, я заметил у себя такую стратегию, да, то есть, если я получаю какое-то правило, я всегда стараюсь проверить, а точно ли это правило приводит к тому или иному результату, да, то есть, если есть какой-то запрет, то, может быть, можно его нарушить и получить другой результат, не тот, который мне обещают. Например, иногда это приводило к результатам не очень радостным, иногда к нормальному. Например, когда мне сказали в детстве, что вот есть такое растение, борщевик, может быть, вы видели, длинные такие хвощи в 2 метра высотой, и вот как раз это время моего детства, когда о борщевик, он такой волной шел, и вот как раз он начал, в моем детстве, он начал появляться. Его там вырубали, он снова зарастал, и так далее, и вот есть там поля борщевика, сейчас их, правда, с ними борются, но тем не менее, там тоже еще где-то он появляется. Вот, и мне сказали, борщевик, это ужасное, ужасное ядовитое растение, и когда мне это сказали, я первое, что сделал, я сломал ветку борщевика и помазал руку этим борщевиком. для того, чтобы посмотреть и проверить, что получится. Тупейший поступок, конечно, но, слава богу, что я там не выпил этот сок этого борщевика, да, а просто руку помазал, потому что, ну, слезла кожа, там, до мяса все, все это было, там, несколько недель болело, и получил вот такой урок, да, да, это работает, этот запрет работает. В детстве я ужасно боялся, у нас в Сямжи, в поселке, в моем родном, там стояла такая, и стоит сейчас такая телевышка высокая, 73 метра, вот, и я в детстве постоянно боялся, что она упадет, мне снились, нас еще запугивали ядерной войной, вот мне все время так, у меня во сне соединялось, что ядерная война начнется и упадет эта телевышка, вот, и когда я стал постарше, естественно, вот есть запрет, да, подходить близко к этому, этой телевышке, и надо этот запрет преодолеть, естественно, я залез на эту телевышку, и там, сверху вниз посмотрел, ужасно страшно, высоты я боюсь с детства, и, собственно, но запрет был нарушен, да, таким образом, нарушались и другие запреты, да, допустим, нельзя пить алкоголь, естественно, надо попробовать, надо попробовать пить алкоголь, нельзя курить, да, да, надо попробовать покурить, да, и вот 20 лет, там, я не мог бросить курить, лучше бы, конечно, если бы вообще не пробовал, и сейчас тоже, да, спустя какое-то время, если вдруг кто-то накладывает мне какой-то запрет, первое, что я делаю, я пробую, пробую его нарушить, да, ну, пример такого запрета, например, я увидел какую-то рекламу, кого-то из коллег-конкурентов, что-то типа, мы не, мы не пересказываем Википедию, да, вот такое что-то, я такой, о, а что, есть запрет, или мы, есть запрет в цитировании Википедии, мы не цитируем Википедию, вот что-то такое, я такой, классно, запрет, и я, значит, тут же открываю книгу, которую я в тот момент писал, нахожу подходящее место, иду в Википедию, нахожу какую-то цитату, и вставляю большой достаточно кусок из Википедии, как сейчас помню, это была книга писателей деньги, да, то есть, если есть запрет, то его нужно преодолеть, и посмотреть, что из этого получится, да, просто вот для себя, для своего самоощущения, есть замечательный диалог, у Шкловского описан, значит, писатель, молодой писатель, редактору приносит свое сочинение, редактор, значит, смотрит брезгливо и спрашивает, что это такое, роман, роман, героиня Нина, Нина, все, не надо, да, и я такой, окей, значит, героине нельзя давать имя Нина, понятно, и, если вы помните, газетчик, писатель, сценарист, мою трилогию, да, там главную героиню зовут Нина Шарова, вот это привет, привет Шкловскому, и когда я, я тоже даю запреты довольно широко, да, у нас есть там по сценарной записи запреты, и так далее, и так далее, да, то есть есть запрет, и я всегда очень, я всегда очень спокойно отношусь, и терпимо к тому, когда кто-то этот запрет пытается, пытается нарушить, да, то есть если, например, я говорю что-то, да, вот там сцена должна заканчиваться обязательно там, тем-то, тем-то описанием действия, кто-то пробует, закончить не так, смотрим результат, да, то есть вы попробовали, я всегда приветствую к тому, чтобы вы там потестировали и попробовали, а что получится, посмотрели, увидели, что получилось, да, видите, какой результат нарушения этого запрета, да, то есть это не просто запрет, который вы принимаете, как, как должное, да, а то, что вы своим опытом проверяете, да, то есть вот эта история с борщевиком, она показала, что это не запрет, который мне надо поддерживать, да, а это опыт, который я пережил, да, и который уже освоен как опыт, да, и я обнаружил, что, ага, цитировать из Википедии можно, никто за это не накажет, да, залезать на телевышку можно, тоже, ничего страшного не случится, героев можно, героям можно давать какие угодные имена, тоже, ну, как бы, этот запрет не работает, вот, и, что дальше происходит, вот смотрите, в истории человечества, да, вот буквально, там, до 19 века, мы существовали в режиме таких ограниченных ресурсов, мы существовали в режиме, такого очень строгого общества, которое следило за другими людьми, да, и не позволяло им выходить за пределы этого общества, понятно, что сейчас у нас появилось больше возможностей и следить за людьми, но и появилось гораздо больше возможностей ускользать из, сквозь эту сеть, да, сквозь эту сеть слежки, и нарушать, так или иначе, нарушать некие запреты общества, и впервые, вот это понятие нарушения запрета, именно как разрывание, разрывание сети, да, оно появилось у Гегеля, феноменологии духа, где он сформулировал вот эту, эту концепцию выхода за пределы, социального бытия, и приобретение позиций, некого внешнего наблюдателя, да, то есть ты смотришь не как член общества, да, а смотришь со стороны, и далее был сформулирован термин трансгрессии, да, то есть это Фуко его определял как некий акт излишества, некий акт злоупотребления, да, который помогает разорвать предел, установленный сверху, да, то есть нам установили какой-то предел, и мы злоупотреблением, нарушением разрываем этот предел, да, и есть философское определение трансгрессии, да, то есть выход за пределы социального, и возможно выход за пределы языка, да, здесь тоже интересные вещи происходят, да, то есть до трансгрессии, то есть меняется язык, когда происходит трансгрессия, не в том смысле, что вам становятся доступными новые слова, а в том, что известные вам слова начинают приобретать новое значение, да, условно говоря, если вы переходите светофор, да, и ранее вы всегда переходили только на зеленый свет, да, то слово светофор имеет для вас одно значение, да, ограничивающее, если вы уже попробовали перейти светофор на красный свет, но тогда, когда не было машин, или, например, вы переходили светофор на зеленый свет, и вас чуть не сбила машина, значение слова светофор для вас меняется, то есть он остается для вас светофором, но он является уже не ограничивающим фактором, а рекомендательным, да, то есть вы понимаете, что светофор это не закон, не правило, да, а некая рекомендация, и для вас, и для водителей, которая может быть нарушена, и вами, и водителями, насколько понятна эта мысль, об изменении языка и о трансгрессии, или если что-то непонятно, то задайте вопросы. Да, пока вы пишете, задаете вопросы, формулируете, или пишете, что все вам понятно, еще один момент, понятие трансгрессии, оно, это очень важное понятие в эзотерике, и если вы, например, читаете какие-то эзотерические тексты, да, то вы вполне, может быть, что вы натолкнетесь на, опять же, упоминание вот этой трансгрессии, да, что такое трансгрессия, есть даже мем, такой, есть, есть юмористические, юмористические, оккультические, оккультистские сообщества, и они довольно, там забавные довольно вещи происходят, а вы тоже нарушаете социальные табу в эзотерических текстах, в эзотерических целях, вот это именно одно оно и есть, да, то есть нарушение запрета, каждый раз, да, то есть если, опять же, вас, вы выжили после нарушения запрета, да, не умерли на самайн, то оно дает вам огромное количество энергии, в эзотерических учениях это дает вам некую магическую, мистическую энергию, да, мы с вами к мистике, к эзотерике относимся с осторожностью, мы считаем это в большой степени психическими феноменами, психологическими феноменами, да, и мы понимаем, что это дает нам психическую энергию, да, то есть любое нарушение запрета в том случае, если оказывается, что этот запрет навязан, да, вот хорошее очень замечание, Светлана пишет, риски надо взвешивать, а не просто нарушать чисто, чтобы нарушить, да, конечно, это естественно, я об этом, прям вот несколько раз я вам об этом говорил, что наша задача не нарушать все запреты, да, есть запрет выпрыгивать в окно с восьмого этажа к низу головой, да, что произойдет, если вы нарушите этот запрет, но вы погибнете, даже не дожидаясь самайна, примерно через полторы секунды после начала прыжка вы погибнете, да, и даже и проверять не надо, да, то есть мы можем без эмпирического, да, без проверки опытом, да, мы можем с очень высокой степенью вероятности предположить, что этот опыт закончится так, да, или если вы на красный свет увидите по полосу мчащихся машин и побежите на красный свет, да, опять же, в 99% случаев вы будете сбиты, да, и либо погибнете, либо покалечитесь, да, я специально привел вот этот пример с машинами, да, потому что он очень явный, да, то есть вы сразу же видите, вот в этом случае вам ничего скорее всего не будет, да, вот в этом случае вы точно получите негативное вознаграждение, да, и тоже здесь тоже могут быть нюансы, да, например, если вы это сделаете где-то, там, не знаю, в каком-нибудь российском селе, в глухом, да, то, опять же, ничего вам не будет, а если вы перейдете на зеленый свет где-нибудь там в германском городе, да, то вы вполне можете, там, по почте штраф получить, да, то есть вас определят, снимут на камеру, да, определяют вашу личность и по почте вам пришлют штраф, или полицейский, если рядом будет, вас увидит, подойдет и вас штрафует. Так, да, трансгрессия меняет когнитивное значение слова, то есть предыдущая нейронная связь видоизменяется и формируется, но вы совершенно правы, да, то есть слово само не изменилось, но ваше представление о том, что это слово означает, оно меняется, так, понятно, а цензура сейчас ведь много привычного под запретом, это так, это действительно так, и это не только России касается, это и в западном мире сейчас цензура лютует, да, то есть если вы не верите, ну, попробуйте где-нибудь в Германии сейчас посмотреть телеканал Russia Today, ну, или высказать публично какие-нибудь мысли, не скажем так, поперек мейнстрима, тоже быстро очень вам объяснят, да, так, нарушила запрет социальный, то есть, опять же, друзья, речь идет не о том, чтобы лезть на рожон, да, важно научиться отделять те нарушения, те запреты, которые утратили актуальность, да, то есть из-за того, что мир меняется, появляются новые запреты, старые запреты теряют актуальность, и, соответственно, нужно находить те запреты, которые можно нарушать, и вам ничего за это не будет, и их обходить, да, и видеть те запреты, которые, если вы нарушите, то вам будет очень плохо, да, опять же, тоже здесь есть нюансы, если вы, допустим, там, если вы достаточно сильны, для того, чтобы преодолеть запрет, скажем, какой-то социальный, получить волну негатива, каким-то образом с ней, ее переварить, да, например, если вы там, не знаю, панк-музыкант, то, конечно, вы можете легко нарушать любые запреты, да, ну, кроме, наверное, запрета прыгать вниз головой, но, опять же, если вы, например, уже решили, что все, вы готовы отправляться в вечность, наверное, этот запрет тоже, тоже вы можете преодолеть, правильно ли, да, сейчас о задании мы поговорим, о домашнем задании, я на западе, тут хлещи и зубы, да, так, насчет энергии, не совсем ясно, мне не кажется, что нарушение запретов в детстве было эффективно, надо посмотреть на конкретные запреты, да, то есть, конкретно, что делали и какой конкретно результат получали, да, допустим, там, ну, не знаю, запрет, не ходить на стройку, не лазить на стройку, вот был такой запрет, да, и к чему мог привести этот запрет, ну, он вполне мог привести к тому, что вы напоритесь на какую-нибудь арматуру и погибнете, да, или запрет не жечь спички, да, опять же, этот запрет вполне мог привести к чему, ну, у нас был жесточайший, в нашем детстве был жесточайший запрет на жечь спички, и в помещении, и вне помещения, почему, потому что деревянные дома, деревянные сарайки, кругом дерево, кругом стружка, все сухое, как порох, да, и если начинается пожар, мы видели, как у нас там пожар происходит, это очень, очень, очень опасно, поэтому там, этот запрет, нам было непонятно, почему этот запрет, мы эти спички постоянно жгли, вот, нас лупили, как сидоровых коз, вот, но, опять же, тогда мы не видели и не понимали опасности этого запрета, да, потом мы увидели и поняли, что вот действительно, действительно это так. запрет оправдан, но, например, запрет читать литературу для взрослых, да, вот ты там что-то узнаешь такое, ну, а мне детскую литературу уже не интересно читать, я хочу уже там про трех мушкетеров читать, нет, ты еще маленький, да, вот понимаете, о чем я говорю, да, то есть, задача именно в том и состоит, чтобы найти те запреты, которые для вас уже утратили, утратили реальную, реальную опасность. Так, вот цензура в Европе, я из Латвии, смотрю этот эфир через VPN, так как глушат, ну, вот, вот, пожалуйста, да, опять же, где, вот я сижу в нашей авторкии, да, и совершенно спокойно, из нашей авторкии, я читаю, там, не знаю, New Yorker и Economist, и смотрю BBC и CNN, а в прекрасных европейских демократиях, да, даже, даже молчаного приходится смотреть через VPN. Ну, опять же, нет никакой проблемы в этом, пожалуйста, есть способы обходить запреты, да, вот есть запрет, да, и вы можете найти способ этот запрет обойти. Так, хорошо, идем дальше. Теперь домашнее задание вам каждый день в течение недели попробовать нарушать какой-нибудь запрет. Я не уверен в том, да, то есть я не могу дать вам гарантии, что если вы там пять или семь раз, если будете там будь по будням дням только или полностью всю неделю будете нарушать какие-то запреты, не могу вам дать гарантию, что вы в конце концов найдете и выйдете на какой-то запрет, связанный с деньгами, да, и либо прямо, либо косвенно, да, то есть, например, не знаю, запрет продавать, да, он может быть непосредственный, а может быть запрет косвенно связанный с деньгами, то есть напрямую, может быть, нарушение этого запрета вам к деньгам не приведет, да, но оно может быть запустит некую цепочку, которая приведет вас к деньгам, может быть, через несколько месяцев, Соответственно, я хочу вас попросить в течение недели каждый день нарушать какой-то запрет С одной оговоркой Важно следить за экологичностью То есть следите за тем, чтобы нарушение запрета Это ваша трансгрессия Она не нанесла вред вам или окружающим То есть не занимайтесь членовредительством Не занимайтесь нарушением запретов, которые реально, зримо могут привести к вреду Либо вам, либо вашим окружающим Понятно, что и запрет может выглядеть так Что мне запрещено делать это, потому что это мне повредит Просчитайте причинно-следственную связь То есть приведет вас это действие к получению вреда или нет И попробуйте Может быть и нет Так, хорошо Так ли я понимаю, что через трансгрессию работает и система Симарон Перелом социальных запретов мелких безопасностей Не знаю, что такое система Симарон Наверное, очень хорошая Но не знаком с ней Так, слово «нельзя» в воспитании маленьких детей Рекомендуется использовать только в смысле «невозможно» Запретить, демонстрировать действие, но подстраховываем Смотрите, друзья Сейчас речь не идет о воспитании детей Да, то есть Это не, скажем так, не лекция по педагогике Да, как бы вы не воспитывали своих детей Как бы вы осторожно с ними не обращались Им всегда будет за что на вас обижаться Да, то есть Любое взаимодействие Вообще любое Как бы вы нежно не обращались И бережно с вашими детьми Да, все равно вы им нанесете травмы Потому что вообще любая коммуникация Она так или иначе наносит травмы людям Да, вообще любая Вот То есть Ничего вы с этим не сможете сделать Вот Сейчас вопрос в том Как Что нам делать с тем Что у нас есть уже сейчас Да, то есть Мы не будем с вами сейчас возвращаться в детство Перепроживать Перепроходить Да, то есть Мы с вами не на сеансе психоанализ Да, то есть Мы идем дальше Вот у нас есть Есть что-то у нас Да Какая-то текущая ситуация И соответственно Мы ищем способ Эту текущую ситуацию Улучшить Финансово Да Есть гипотеза Состоящая в том Что Ваши действия Привели Вас В ту ситуацию В которой вы находитесь сейчас Эта ситуация Вас не устраивает Да Вы хотите Чтобы у вас там Было больше денег Например Да Или другая работа Которой вы эти деньги зарабатываете Соответственно Нужно делать Какие-то другие действия И все Что мы с вами делаем На этом Курсе Весь этот год Да Мы ищем Две вещи Первое Мы ищем эти действия Да То есть Наша задача Найти Какое действие Приведет вас К Больше денег Да И второе Мы ищем И пробуем Разные инструменты Которые дадут вам Энергию Для того Чтобы вы Эти действия Исполнили И вот то Что вы Сделаете Сейчас Это Поиск Энергии Да То есть Найти Те Запреты Которые Мы Отстрелим Может быть Это один Какой-то запрет Может быть Несколько Которые Дадут вам Просто Ускорение Вверх Дадут вам Энергию Для того Чтобы Делать Те действия Которые Будут вас Приводить К деньгам Да Я так В туалете В детстве Деревянный туалет Сожгла Ой Мы столько Всего Сожгли На самом деле Так Опытным путем Определились С какой высоты Безопасно прыгать Да Тоже С третьего этажа До третьего этажа Можно прыгать По вашему ответу Понимаю Что у меня в детстве Не было запретов Практически Были На самом деле Они Ребята У всех есть запреты Поверьте У всех есть Просто Вот именно Проблема Это в том Как раз Что мы их Не осознаем И вот Просто посидеть И повспоминать Какие были запреты Это не работает Именно Надо Попробовать Перебором И поискать И лучший способ Искать их Именно Нарушениями То есть Нарушениями Мы находим Нащупываем Где они Есть Эти запреты Отловила Семейный запрет Жить хорошо И расслабляться Установка Если хорошо То это опасно Да 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 Тоже есть Так хорошо Что аж Так прет Что аж страшно Так везет Что аж страшно Что-то будет плохое Да Вот есть такое Тоже Если запретов нет Это тоже плохо Потому что Да есть запреты Ребят Вот Не надо заниматься Самообманом Вы человек Человек У вас есть запреты Попробуйте их искать И вы Вы их найдете Сто процентов По запрете Литературы В детстве Прочла Заля и Мапасана В классе В шестом Учителя не одобрили Да и в целом Было много Запрещенной Литературы В том числе Солженицын Так блин Что-то у меня Все Это самое Выскакивает Так Давайте я может Там комменты Буду смотреть А то у меня тут И камера трясется Так Меня волнует вопрос Иногда Чтобы обходить Социальные запреты Надо врать А это лишает энергии Как быть? Ну Сложный вопрос Здесь надо смотреть Насколько Насколько вообще Это для вас экологично Вранье То есть Если для вас Это не экологично То тогда Не надо брать Есть люди Которые врут Как дышит Да И им это Прощают И как бы Все про них знают Уже что они врут Есть Я знаю таких людей Которые Вот поздоровались Уже три раза Соврали Вот Есть люди Для которых Вранье Ну Не встроено Не встроено В дизайн Ну попробуйте Соврите Посмотрите Какой результат Да То есть Если И вам не понравится Да И вам Не поверят При этом Не надо Этого делать Мне вот Не нравится Врать Мы на самом деле Все равно Все равно Мы всегда Всегда Привираем То есть Всегда Правды Абсолютной Правды Не существует Да Почему Потому что Мы У каждого человека Есть своя точка зрения Да Мы одну и ту же сцену Да То есть Два человека Посмотрели Они ее перескажут По-разному Но это не вранье Да То есть Соответствие Тому Не реальной Картине Мира Да А Соответствие Тому Как вы видите Эту картину Мира У меня отец В свое время Рассказывал Историю Про одного Философа Который Никогда не врал Я потом пытался найти Где Откуда Где Он это вычитал Где первоисточник Так и не смог найти Вот Был человек Который не врал И Значит Какой-то там Правитель Решил его проверить Всегда ли он Говорит правду Вот И он Значит Отправил Взял Девочку Какую-то Дал ей корзинку В корзинку Положил камней И Значит Девочка Прошла ему Навстречу Этому Человеку И потом У него Правитель Спросил Видел ли ты Девочку Которая шла Несла Обед Своему Отцу В поле И тот ответил Девочку я видел Она несла корзинку Но был ли в этой корзинке Обед Я не знаю Да Потом значит Он взял Овец Остриг их С одной стороны И Спросил у него Видел ли ты Остриженных овец И он сказал Я видел Овец Остриженных С одной стороны Были ли они Острижены С другой стороны Я не знаю Да То есть Мы не живем В ситуации Вот такой Постоянной Перепроверки Правды Да То есть Существовать В такой Ситуации Постоянной Перепроверки Правдивости Того что мы говорим Это чрезвычайно Тяжелое Напряжение Которое Ни один человек Не выдержит Да То есть Жить в режиме Вот такого Мудреца Который боится Ошибиться Это очень Очень тяжело Поэтому Так или иначе Мы все равно Реальность Сглаживаем Да То есть Мы все Привираем В чем-то Другое дело Что опять же За собой Можно включать Это в ключевые Моменты Да То есть Когда Ну например Ты переговоры Какие-нибудь Ведешь Да Тогда Можно включать И как бы Вот тут я не вру Да Когда веду Переговоры Так Меня волнует А да Вот Поэтому Здесь Надо смотреть Если это лишает Энергии Да То это не запрет А это скорее Какая-то Опять же Какой-то встроенный Такой механизм Самосохранения То есть Есть люди Которым Врать Противопоказано Да Политикам Не врать Противопоказано Да То есть Если бы Появился Какой-нибудь Политик Который Которому Было бы Запрещено Врать Вообще Да Он бы В политике Просуществовал Бы 30 секунд Да А есть люди Которым Врать Противопоказано Может быть Это вы Так Когда нельзя Но очень хочется То можно То есть Попробуйте Посмотрите Не понравится Не делайте Этого Так Поняла Что есть запрет Торговаться Какую цену Назвали Такую платье Ну вот Вы знаете Уже Какой запрет Какой запрет Вам Можно попробовать Если запрет Наложен мной Можно тоже Защитать Защищать Его нарушения Ну Мы же С вами Работаем Да А не с тем На кого Был Нарожен Наложен Ваш Запрет Так Как вы Относитесь К людям Которые Не клептоманы А воруют Ради нарушения Запретов Ну Я нормально Я к этому Спокойно Отношусь Почему Потому что Понимаете Не все так просто С кражами Да То есть Я например Могу допустить Что То есть Опять же Да Есть заповедь Да Не укради Все Что тут Вообще О чем говорить Да Крась запрещено Но Например Я считаю Что Скажем Поэтов И писателей Общество Недооценивает Всегда И Любой поэт Любой хороший поэт Любой хороший писатель Любой хороший художник Музыкант Дает обществу Больше Чем Чем Общество Отплачивает Да Потому что Писатель Дает книгу Которую будут читать Многие поколения Потом И Я считаю Что Поэт Что творческий человек Имеет право Имеет законное право Обкрадывать общество Да Опять же Если он За собой Это право Осознает Общество Я считаю Что общество Творческим людям Должно Да И Опять же Если Творческий человек Чувствует за собой Силу Чувствует за собой Правоту Я считаю Что творческий человек Вполне Да Нищий поэт Я считаю Что имеет право Украсть нужную ему Книгу из магазина Или из библиотеки У меня было Было такое Не скрою И я за это Расплатился Очень Ну Как Кармически Расплатился Да То есть у меня были Книги Которые я Воровал В магазинах И в библиотеках Было такое Расплатился Я Со своей совестью Меня это Много лет Мучило Естественно Таким образом Я свою библиотеку Которую я собирал Много лет Довольно Большую Ну прям Большую И очень хорошую Библиотеку Я ее отдал В библиотеку То есть В нашу Сямжинскую Районную Библиотеку Мама моя Отвезла Сложила Все книги И отвезла И отдала Ну и плюс И сейчас Я до сих пор Да Я постоянно Там Прочитанные книги А это Это много Да То есть Это там 20-30 книг Каждый месяц Отвожу в библиотеку Это выплата Моего Некого Такого Кармического Долга Так Был запрет Что нельзя Деньги поднимать Они грязные Видимо нужно Поднимать деньги Да Попробуйте поднять Опять же Вы Вполне Может быть Да Что вы Вот этот запрет Поднимать деньги Да Поднять рубль Лежащий на земле Он Для вас Расширен Расширился Что Нельзя брать Какие-то проекты Которые вам Даром Предлагают Да И вы Нарушив Да Трансгрессировав Вот здесь Вы Снимите Запрет Где-то Да Вы Начнете Видеть Какие-то Проекты Которые Вы Сейчас Не Видите Живу В культуре Очень ригидной Суемой Бесполезных Запретов И народ Подчиняющийся Потому что Так сказали Сверху Была Всегда Более Законопослушной А после Переезда Сюда Вот прям Бесит И по возможности Я нарушаю Запреты Постоянно Там где Можно Более Или менее Безопасно Вот Я Очень Понимаю Эту Стратегию Раньше Деньги Нельзя Было Поднимать Потому что Порчу Могли Навести На деньги Сейчас Можно Никак Не буду Комментировать Может быть И так 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 В детстве Очень Боялась Нарушать Запреты В юности Понесло Был Запрет Не закрывать Изнутри Английский Замок Заперла Когда Оставалась Одна Ревела Вызывали Слесаря Так Запрет На уборку Квартиры Вечером Ну да Типа Мусор Нельзя Выносить Свистеть Нельзя И так Далее Много Посмеешься Много Поплачешь Потом Запреты Должны Быть Новые Ранее Не нарушены Надо Тестировать Надо Смотреть Да То есть Насколько У вас Если вы Уже Нарушали Запрет Да Насколько Это Нарушение Встроилось Да То есть Опять же Ребят Здесь Все Нет Как Каких-то Прям Жестких Каких-то Правил Да То есть Есть Направление Того Что мы Делаем Да Мы Пробуем Тестируем И Смотрим Какой Результат Мы Получаем Да И Дальше Корректируем Опять же Поскольку Это Мы С вами Не В Терапии Да То есть Я С вами Не Индивидуально Работаю Да Я Не Могу За Каждым Из Вас Следить И Смотреть Да И Понимать У Каждого Из Вас Ситуацию Для Кого-то Там Монетку Поднимет И Все Там Инсайтов Будет Ведро Да А кому-то Придется Там Более Мощные Какие-то Трансгрессии Совершать У Каждого Своё Запрет На Развлечения А Да 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 Вот С детства Ее Помню Там Был Еще Мальчик Переодетый Девочкой Мудрец Сказал Что Видел Ребенка В платье Была Была Лето Девочка Не Знать Да Совершенно Верно Еще Была Мальчик Переодетый В платье На Руси Было Правило Если Ты Украл Чтобы Накормить Путника Или Гости Не Считалось Преступлением Так Хорошо Друзья Насколько Понятно Домашнее Задание Или Если Есть Какие Если Все Понятно Напишите Понятно И Будем Прощаться Если Есть Вопросы То Задайте Так Дайте Так Может быть Долгие Было Читать Так Только Делая Не то Что Делают Все Можно Что Реально Изменить Надо Смотреть По Социальной Ситуации То Есть И Сейчас Есть Социальные Ситуации В которых Если Вы Сделаете Что-то Другое Да То Вы Можете Погибнуть И При Этом Есть Такие Двойные Системы Да В Которые Вас Заставляют Делать Что-то Одно Но Если Вы Это Делаете Это Приводит Вас Гибели Такое Тоже Бывает Вот Советская Система Она Была Такая Там Понимаете Есть Очень Хорошая Метафора Как Это Работало Был Замечательный Балет В Большом Театре Болт По Шостаковичу Он Несколько Лет 15 Назад Он Вышел И Он По-моему Есть Прямо На Ютубе Есть Запись Можно Посмотреть Она Довольно Интересная И Там Есть Шикарная Сцена Когда Герой Делает Зарядку И Вот Там Радио Начинает Выстраиваются Люди Начинают Делать Зарядку И Радио Командует Делайте Ноги На ширине Плеч И Приседайте Руки В стороны И так Далее И дает Какие-то Команды И Все Вместе Начинают Это Делать И Дальше Вдруг Все Люди Начинают Делать Что-то Другое То Герой Честно Делает То Слушают Это Радио И Все Вместе Делают Что-то Другое Да Вот Это Как раз Метафора Двойной Системы В которой Тебе Все Говорят Что Нужно Делать Вот Это Но Если Ты Это Делаешь Если Ты Это Слушаешься То Ты Неизбежно Гибнешь Так Учусь В киношколе Нас Сценаристы Говорят Не лезьте В профессию Раньше Времени Не отправляйте Заявки Не суетесь В конкурсы Вы еще Учитесь Хочется Нарушать Ну вот У нас В нашей Сценарной Мастерской Мы После Каждого Курса Мы Обязательно Лезем В профессию Так Запрет На бесплатный Проезд Как Задать Вопрос По Прошлому Уроку Ребят Я Я видел Ваш вопрос По-моему Мне кажется Я достаточно Подробно Все На прошлом Уроке Рассказал По деньгам Все уровни Переслушайте Урок Так Лолиту Набокова Звали Долларес Гейс Совпадение Кстати Вполне Может быть Любопытно То Что Вот эти Связи С этой Кейтской Литературой Они Очень И нашей Литературой Они Очень Прям Такие Непосредственные Например Меня поразило Стихотворение Тольесина Который По структуре Прям Вот Один в один Стихотворение Бродского Я входил Вместо Дикого Зверя В клетку Я специально Посмотрел Когда написано Стихотворение Бродского В 80-й год Как раз То время Когда он Очень Внимательно Изучал Английскую Литературу Думаю Что Не мог Он мимо Тольесина Пройти Так что Вот Нашел Отсылку Очень Приятно И интересно Так Могу ли Как-то Нивелировать Какими-то Словами Не Не Понял Вопрос Так Дорогу Перебежали Две Черных Кошки Сдала На Пять Никаких Запретов Для меня В этой Сфере Нет Да Суеверие Кстати Это Классические Классические Запреты Хорошо Значит Домашнее Задание Понятно Каждый День Нарушаем Какой-нибудь Запрет Отчет Пишем Здесь В комментариях И Если Запрет Секретный Да То есть Если вы Можете Поделиться Запретом Да То Пишите Какой Запрет Нарушен Какой Результат Получен Если Запрет Секретный Напишите Секретный Запрет Там Эффект Такой То Или Просто Отметили Что Секретный Запрет Переезд На Вконтакт Мне кажется Прошел Достаточно Благополучно У нас Там Почти в три раза Выросли просмотры урока По сравнению С предыдущим И Количество Комментариев Тоже Увеличилось Поэтому Я Исхожу Из того Что Все 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 Нашли Все Все Видят Да Всех Все Устраивает И мы С вами Дальше Будем Работать Здесь Вконтакте О У меня Дикое Сопротивление Домашнему Заданию Просто Дичайшее Супер Значит Вот здесь Вы Вот здесь Собака И порылась Значит Здесь Вы что-то И найдете Единственное Ребят И еще раз Оговорюсь Еще раз Я в задании Еще раз Это напишу Проверка На экологичность Да То есть Старайтесь Выбирать Такие запреты Выбирайте Запреты По Ну Не опасные Да То есть Не Такие Вот не уберу постель Да Нормально Да Такие Чтобы вы Себе Руки Ноги Головы Не переломали И Там Не разрушили Свои семейные Отношения Не Не поломали Себе Карьеру Да То есть Выбирайте Поменьше Что-нибудь Поаккуратнее Да То есть У нас Задача С вами Тестировать У нас Задача Нет задачи Расхерачить Вашу жизнь Да То есть Не То есть Это тоже Вполне Почтенное Занятие Да И Возможно Кому-то из вас И это и надо Сделать Но я не уверен Что это надо Сделать Всем Вот Поэтому Еще раз Еще раз Еще раз Проверка На экологичность Все Друзья Мои На этом На этом Сегодня Большое вам Спасибо за то Что были в эфире Спасибо за ваши вопросы Все было очень интересно Пойду гуглить Что такое Симарон Наверняка Я это знал Читал про это Да забыл А может быть И не знал Если не знал То сейчас Узнаю Пока Пока